МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это ужасно! Это прекрасно! Как это пережить? Что? Ремонт! Опять ремонт? Сегодня в нашей программе. Чего ждут от ремонта женщины? А вот женщинам, например, важно всё сделать в духе последних тенденций. Нужны ли перестройки мужчинам? Что, у нас мало поводов для споров, что ли? И как сохранить семейные отношения во время ремонта? Для того, чтобы не развестись во время ремонта, наверное, нужно делать то же самое, что и в любой стрессовой ситуации. Саша, в нашей программе скоро 4 года. Знаешь, что я подумала? Нашему офису нужно сделать ремонт. Ну, чтобы было что-то новенькое, такой свеженькое. Смотри, я даже вазу уже купила. Вот с этого всё и начинается. Кать, ну какой ремонт? Ну это столько времени занимается, столько сил, что у нас мало поводов для споров, что ли? Ну ладно, давай тогда обратимся к компетентным людям. Ну только, пожалуйста, сделаем ремонт. Интерьер нам в жизни, естественно, обходим не только в наших жилых пространствах, там, квартиру, дом, но и, естественно, это работа. Мы там проводим очень много времени. От этого зависит вообще, насколько хорошо у нас она получается, и карьерный рост, ну и так далее. Такое мнение бытует, ну, по крайней мере, даже среди каких-то своих знакомых, что не хотят связываться с дизайнером интерьера по причине того, что ты не будешь услышан, твои пожелания не будут услышаны, дизайнер мне обязательно предложит что-то сверхъестественно дорогое, там, 10 раз эксклюзивное, и, в общем, совершенно, там, я финансово, я не смогу это потянуть. Поэтому в задачу дизайнера входит, в общем-то, услышать не только предпочтения стилистические, но и финансовые в том числе. Если вы радуетесь тому, что у вас маленькая квартира с низким потолком, скорее всего, вы делаете в ней ремонт. Конечно, все хотят сделать его быстро, качественно и недорого. Думаете, так не бывает? Если вы хотите выполнить ремонт в бюджетном варианте, то лучше выбирать обои производства России, а Словакии, Германии. Если вы можете позволить себе более дорогой ремонт, лучше выбирать обои производства Италии. Они более плотные, оригинальные фактура, устойчивее к механическим воздействиям. Но если к моменту поклейки обоев вы гол как сокол, это вовсе не повод отказываться от одежды класса люкс. Ну, в нашем случае для стен. Сейчас я провожу вас в зал Аутлет. Здравствуйте! 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 Аутлет – это зал распродаж, в котором представлены коллекции прошлых сезонов. В Аутлете представлены коллекции как российских производителей, так и зарубежных. И цены снижены до 70%. Вы можете прийти в Аутлет и выбрать шикарные обои для ремонта своей квартиры по довольно-таки приемлемым ценам. Сколько бы вы ни вложили в ремонт, все равно самым дорогим расходным материалом являются нервные клетки. Если в доме дети занимаются художественным творчеством на обоях, лучше выбирать компакт-винил на флезелине. Их можно мыть щеткой с мыльным раствором или, как вариант, выбрать обои под покраску, которые выдерживают 10 окрашений. Быстро, качественно, недорого – это какой-то мужской подход. А вот женщинам, например, важно все сделать в духе последних тенденций. В последние годы большой популярностью пользуется арт-деко скандинавский стиль лофт. Стиль лофт подразумевает под собой использование искусственного камня, кирпичной кладки, также светлых темных оттенков, но фоновые обои. Скандинавский стиль подразумевает под собой минимализм, больше пространства, естественных оттенков, тоже светлые тона – бирюзовый, голубой, серый, бежевый. Нужно придумать еще моду на обоиный клей. Он будет называться «Атлант». Для потолков. Любой современный клей легок в использовании. Он позволяет корректировку полотна прямо на стене. В него добавляются антисептики, борющиеся с грибком во влажных помещениях. Как здорово! Значит, в этом году для ремонта мне хватит всего двух рук. Но, разумеется, не моих. Ведь самое главное в семейных отношениях – это пережить ремонт. После него вас не сможет разлучить никто. Дом модных обоев. Первый в Самаре аутлет и центр распродаж. Модные обои по низким ценам. Гагарина 88. 264-14-35. Начинают очень часто молодые семьи с небольших пространств. Потом семья увеличивается, другие потребности. Поэтому, конечно, на каждом этапе мы должны в это пространство включить не только внешнюю составляющую, но это пространство должно отвечать полностью вашим требованиям. То есть это наличие рабочего места необходимо, детской, возраст ребенка, чем он занимается, что для него необходимо, спортом ли он занимается или музыкой. Мы всегда общаемся, начиная с того, что сколько членов семьи, сколько лет, чем занимаются, хобби, увлечения и так далее. То есть немножко понять вообще, как эта семья живет. Катя, ну зачем нам шторы? Я не знаю, достаточно жалюзи, наверное. Кухню еще придумают. Еще туда диван и двухспальную кровать поставь. У нас же офис, а не квартира. Саша, ну как же диванчик? Надо же, поработал отдохнуть. Ты сам первый придешь на работу и кофе попросишь. Где ты его пить будешь? Саша, вот ты ругаешься на меня, что я из офиса квартиру делаю, а сам обои предлагаешь клеить. Давай лучше возьмем венецианскую штукатурку. Смотри, как красиво. Венецианскую штукатурку? Да ты вообще готова к такому бюджету? Саша, ты вот не понимаешь, на самом деле, что у которых так много, что можно и что-то выбрать побюджетнее. Цвет, свет и материя – это те элементы, которые способны возбуждать чувства и передавать эмоции. Именно с этим связано появление на рынке отделочных материалов такого количества оттенков и фактур. Ну и, конечно же, большое желание производителей удовлетворять всем потребностям архитекторов, дизайнеров и проектировщиков интерьера. Дизайнеры больше стремятся передать красоту людям, а мастера задумываются, с помощью чего это сделать. Как раз и находятся такие новые материалы, как декоративная линия и новые оттенки, которые бы могли воплотить в жизнь проект дизайнера. Имея стаж, работа с декоративными покрытиями, я сталкивался с многими. Мне, скажу честно, не буду льстить, но мне нравится эта линия, так как у них более подробный подход, может быть, к декоративным элементам каким-то за счет того, что они разбили на какие-то дополнительные сегменты, казалось бы, одного и того же материала. То есть здесь можно больше проявить, именно в этой линейке можно больше проявить себя в плане творчества. О преимуществах конкретно, я думаю, что может говорить конкретно мастер, который будет работать, который попробует эти материалы. Есть те, которые дают возможность более большие объемы стены нанести мастеру. Также есть эффектные покрытия, которые дают более приятный эффект. Мне очень нравятся интерьеры, когда дизайнеры, наши партнеры, они совмещают декоративную линию с теми же обоями. Выглядит очень хорошо и даже, я бы сказал, одно другое начинает подчеркивать. Ну, об эксклюзивности скажу, что декоративный материал, опять-таки, проявляет самого мастера, его внутреннее состояние. И никогда картину дважды переписать не удастся. И все-таки ручная работа, она всегда несла на себе какую-то вложенную энергию мастера. Есть желание создать в интерьере какую-то красоту. Пожалуйста, посмотрев наше видео на сайте по нанесению мастер-классы, может воплотить задумку в жизнь. Как те, которые мы предлагаем, так и свое, что-то вымышленное, придуманное, нафантазированное. Салон декоративных покрытий «Антика Синьория». Центр Кубатура Красноармейская, 1, секция 246. Телефон 379-15-65. Сейчас в основном свободные планировки. Ну, чаще всего стараются как бы застройщики. Вот, то есть там можно что-то уже предложить именно на этапе планирования, достаточно интересное. Плюс ко всему можно на этапе строительства, если вы там долевым являетесь дольщиком, да, то есть вы можете свои предпочтения там в рамках технических возможных, да, вы их можете сразу внести. В общем-то у нас были моменты, когда выстраивали сразу стенки правильным образом, то есть человек не платит дважды. Архитектурное бюро «Квартира 50». Дизайн-проект любой сложности. Перепланировка, авторский надзор, комплектация и материалами. Новосадовая, 15. И все-таки, Саш, ремонт, это очень здорово. Ты вот пришел так сразу в квартиру или в офис, а у тебя все готово и все красиво. На, живи, работай, здорово же. А, конечно. Только перед этим 7 поток сошло, чтобы дизайн утвердить и сделать этот весь колоссальный красивый ремонт. Потому что вам нужно сразу и все. Зануда. Разве это плохо? Что-то, 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 что-то дразнится, смотри, что зануды. Давай еще раз. Нет, мне понравилось. И мне понравилось. Совсем скоро весна начнет завоевывать природу. И прежде всего она начнет завоевывать наши сердца. Именно весной большинство людей готовы к смелым новым преображениям. И с такой просьбой к нам обратились две подруги. Катя и Полина. У Кати будет скоро выпускной, а Полина будет подружкой и невестой на свадьбе. Какие новые тенденции в прическах, в макияже, а также в нарядах узнаем сегодня в нашей программе. Ермине, сегодня у нас в гостях две подруги. Скажи, пожалуйста, что вы для них подготовили, что будем для них делать? Мы решили попробовать что-то очень необычное. Я думаю, нашим телезрителям очень понравится наша идея. Это будет полная смена имиджа для Екатерины и новое преображение для Полины. В этом году, в 2017 году, основными направлениями в макияже является естественность. Это минимальное количество тонов, минимальное количество теней. Все должно быть естественно. То есть это может быть либо глаза, либо губы, либо румяна. Ермине, все-таки прическа и макияж, наверное, не окончательные в создании образа. Тем более, что девушки готовятся к важным событиям в их жизни. Что вы думаете, нужно еще для дополнения? Конечно, в первую очередь для невест, выпускниц, подружек невест. Самое основное – это платье в первую очередь. Когда подобран образ полностью, это основное платье, можно уже подбирать и макияж, и прическу, и отдельные аксессуары, которые подойдут к нашему полному образу. ПОДПИШИСЬ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди у нас грядет сезон свадеб, выпускных, и, конечно, каждая невеста и каждая выпускница хотят быть неповторимыми, замечательными, уникальными, красивыми, роскошными, шикарными. И, конечно, мы хотим им в этом помочь. Выпускные у нас бывают раз в жизни, и, конечно, каждая выпускница хочет быть очень красивой, неповторимой, чтобы, конечно, на нее обратили внимание. И был, конечно, поток нескончаемых комплиментов от одноклассников. Но в этом году, конечно, остается направление классики. Появились натуральные материалы и наложение одного материала на другое. Выходят рисунки атласными лентами, также выкладываются пайетки, ну и, конечно, приветствуется ручная работа бисером. Дорогие невесты, вы можете получить бесплатный макияж и прическу от имидж-студии Аллы Никогосян. Подробности по телефонам и в группе ВКонтакте. 8-927-733-3591. В салон вечерних платьев «Шериф», торговый центр «Империя», новый корпус, первый этаж. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ерминэ, спасибо тебе огромное за образы, которые создала для наших сегодняшних моделей. Я думаю, что у всех наших телезрительниц появилось после этого весеннее настроение. И у нас, между прочим, в связи с этим для тебя настоящий сладкий подарок. Держи, это все тебе. Это все для меня. Ой. Ммм, как вкусно. Еще бы. Сладости являются самым желанным продуктом на столе как для детей, так и для взрослых. Все мы любим собраться в узком семейном кругу и попить чай с кондитерскими изделиями, тортами, пирожными, печеньями, рулетами, кексами. Особенно приятно, когда эта выпечка попадает к нам на стол прямо из печи. Когда покупаете сладости родного края, вы получаете качественный, свежий продукт по доступной цене, так как фабрика находится в нашем родном городе Самары. Профессиональный сплоченный коллектив, четко следуя рецептам, постоянно добивается отличного результата. Широкий ассортимент позволяет любому покупателю выбрать сладости на свой вкус. Волжские сладости. Всегда свежая и вкусная продукция для вас. Поселок Мехзавод, улица Банная, 1А. Волжские сладости. Сладости родного края. Танцевальный ресторан Старый замок. 12 банкетных залов от 4 до 120 человек. Большой свадебный зал с летней верандой и садом. Московское шоссе, 17-й километр. Последние два года мы видим, что к нам приходят люди, которым мы делали 8-9 лет назад дизайн проекта. И, во-первых, даже немножко вспоминая о том, что это было, мы смотрим фотографии, мы понимаем, что это достаточно актуальные вещи и по нынешний день. То есть это такой, в общем, показатель доверия, что ли, оценки нашей работы. Это, конечно, очень приятно. Саша, смотри, в общем, я думаю, мы возьмем вот этот проект. Мне очень нравится. Ты посмотри, как он яркий, красивый, как он шикарный. Нет, я понимаю, там все твои интересы учтены. Кать, ну посмотри, здесь отличный проект, он экономичный и более-менее как бы... Вы посмотрите вот этот вот вариант. Ну-ка, ну-ка. О, слушай, да ну, посмотри, будет интересно. Молтер! Осторожней! Ты стоишь на моих пальцах. А-а-а! Прости. Для того, чтобы не развестись во время ремонта, наверное, нужно делать то же самое, что и в любой стрессовой ситуации. Надо еще искать точки контакта, надо искать компромиссы, надо учиться договариваться, надо делить ответственность между собой и постоянно держать друг друга в курсе того, что вы делаете. Потому что все возможно, и главное это отношение, а не ремонт. Как правило, мужчина финансирует процесс ремонта. Он заинтересован в более качественном результате и хочет все больше и больше участия принимать в самом процессе. Поэтому здесь момент такой переговоров уже присутствует. Женщина отстаивает свою позицию, мужчина свою позицию. Или, например, муж отдает жене, а говорит другая, это вот кухня, все твое. Ну вот, поэтому как-то скажешь, как тебе удобно, главное, чтобы тебе было удобно. Вот, я туда не лез и не вмешиваюсь. И наоборот, допустим, если делать домашний кинотеатр, да, или какую-то зону отдыха. Женщина говорит, нет, 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 это все вопросы к мужу и как бы все находят решение. Мужчина хочет сэкономить средства. Женщина хочет потратить больше, чтобы эффект, который она получила, был заметен ее знакомым, ее друзьям. Для нее важно произвести впечатление. Для мужчины более важен функционал. Дети – это изменения. Изменения очень быстро. Это рост, прежде всего, ребенка. И, соответственно, его интересы и его желания, они растут вместе с ребенком очень быстро. Поэтому мы создаем общую базу, в которую можно вписать очень разные вещи. И комната, которая будет расти вместе с ребенком. Дизайнер Риман Елена. Телефон 8-927-202-03-76. Дизайнер Красавина Анна. Телефон 8-927-655-06-38. Он выжимает все силы. Зато потом – красота. Пережить ремонт – это героизм. Поэтому самовыражайтесь. Ну, самовыражаясь, выбирайте выражение. А картина-то зачем? Для красоты. Ладно. Архитектурное бюро «Квартира 50». Дизайн-проект с любой сложности. Перепланировка, авторский надзор, комплектация и материалами. Новосадовая 15. Дорогие друзья, наша рубрика «Заветный конверт» продолжается. У нас есть очередная победительница. Зовут ее Анна. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, как вы нашли конверт? Ой, ситуация была очень интересная. Утром проснулись, включила, как обычно, ТНТ, поставила кофе. Тут вижу, что показывает наш двор. Ну, я сразу бежаю. Мужа с кровати стащила, говорю, побежали. Ну, я как-то так, не знаю, на каком-то кураже таком, боевом. Ну, вот нашли. Ну, за то, что вы были самые первые, самые шустрые, самые смелые и внимательные, вы получаете два подарка. Во-первых, это сертификат на бесплатную стрижку в салон красоты «Лиди Лемарк», который находится на улице Дачная 2. И второй сертификат в кафе европейской и японской кухни «Настроение есть», который находится на «Гагарина-26». А мы отправляемся прятать очередной конверт. Удачи! А я нахожусь возле известных фонтанов на улице Осипенко. Прямо со стороны улицы Осипенко есть отломленная плитка, и прямо там я положу наш заветный конверт. Напоминаю, в нем номер телефона. Первый, кто сейчас увидит эту программу, найдет этот конверт, позвонит, тот получит ценные подарки. Удачи! Он выжимает все силы. Зато потом красота! Подожди, что это? А, пережить ремонт – это героизм. При чем картина, не могу понять. Не важно, стой. Не важно, это красавчик. Тебе очень идет розовый. Может, вот так вот лучше? Да, да. Вот так вот? А, кафе перевернем. Все-таки ремонт… Где мой кофе, подожди? Все, да. И все-таки, Саша, ремонт – это хорошо. Представляешь, вот так вот пришел в квартиру там или в офис, и все сразу красиво, все готово. Прям на, живи, работай. Еще разочек. Чего? Давай, еще раз. Он не готов. Еще. И все-таки, Саша, ремонт – это здорово. Представляешь, вот так вот зашел в квартиру или в офис, и все сразу готово, все красиво. На, живи, работай. Только семь потов перед этим сошло, потому что вам, женщине, нужно все и сразу. А что, это плохо, ты должна сказать. Саша, я думаю, что нам нужен вот этот проект. Смотри, как все шикарно, как красиво, какие краски. Саша, мы будем приходить на работу, у нас будет радоваться глаз, и мы будем писать классные сценарии. Ну, смотри, посмотри, посмотри. У тебя там листик, который он. Где? Ну, там листик, который. Какой листик? Вот, 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 листик один, аккуратно. Не три метра. Он мне показал, что он сейчас вылезет. Саша. Давай еще раз. Поэмоциональнее давай.